В спортивном комплексе «Красная звезда» – профессионалы и любители боевых искусств. Второй спортивный праздник – фестиваль единоборств собрал 13 октября в Манеже спорткомплекса более 2000 гостей. Шоу-фестиваль показало мячам все таланты и возможности спортсменов, различных видов единоборств и разных возрастных групп. Свои навыки демонстрировали и малыши, и ветераны. Каждое такое мероприятие, каждое соревнование, подготовка к соревнованию уже праздник на душе у каждого спортсмена, у каждого тренера. Для чего нужно? Ну, мне кажется, здесь достаточно даже по смертной трибуны пришли молодые люди. И каждый вид спорта хочет показать, что существует такой вид спорта, потому что не все знают. Где-то отдельно мы выступаем, ну там, допустим, периодично, через месяц, через два, маленько слышим, наслышим. Здесь, как бы, все виды спорта единоборств собраны вместе и показать, наверное, всем болельщикам. Показать даже, друг другу, наверное, покажем, потому что не каждый везде смотрит, бывает, на мероприятиях, на каких-либо. Самбо, панкратион, карате, бокс, кикбоксинг – все многообразие восьми спортивных школ культивирующих единоборств было в этот день представлено для мячей. Видов спорта много, и каждый хорош по-своему. Мне нравится заниматься рукопашным боем, чтобы постоять за себя, постоять за родителей. Как давно ты занимаешься и был ли ты на каких-то соревнованиях? Да, занимаюсь четыре года, а на соревнованиях не знаю, сколько, если считать. Кикбоксинг, ну, для меня это вид спорта как жизнь. По-другому его вообще никак нельзя воспринимать. 20-летняя Юлия Кудрявцева большую часть своей жизни занимается каратэ-киокушинкай. Сегодня пришла показать свой вид спорта во всей красе. Рассказывает, в зале каратэ можно встретить и самых маленьких, и спортсменов, кому за 60. Здесь соединена реальная техника, которую можно применить как на улице, так и прямо в самообороне. Так же, что есть классический кихон, перемещение, там, на месте удары ката. Есть различные уровни соревнований, много квалифицированных бойцов. То есть, в принципе, все, что возможно, есть. На протяжении всего фестиваля работали демонстрационные площадки спортивных детско-юношеских школ Олимпийского резерва, на которых гости могли получить всю информацию о том, где можно заниматься представленными единоборствами.